Какой же он классный. Это Valve Steam Deck, лучшая портативная игровая консоль. Нет, это не конкурент Nintendo Switch, об этом у нас есть отдельное подробное видео. Это что-то новенькое на Linux, и тянет оно все, что можно себе представить. Я провел с ним неделю, и сейчас соберу все свои впечатления в один интересный ролик. А вы пока можете отсыпать лайков и подписаться. Поехали. Начнем с эко-коробки, которая нас встречает девайс. Заботится Valve об экологии, о пингвинчиках, воробушках и, естественно, удешевляют упаковку заодно. С одной стороны простенько, а с другой стороны, смотри, у нас в комплекте сразу вот такой чехол для переноски. С резиночкой вот здесь, можно на ремень вешать. И с резиночкой вот здесь, можно ходить прям на работу. Достаем приставку, огромную, казалось бы, вживую действительно, выглядит заметно больше, чем на видео. И удивляются все. Но берем в руки, и вопросы отпадают. 669 грамм, которые реально не чувствуются за счет гриппа. Вот эти выпирающие ручки, которые заставляют корпус висеть в воздухе, когда кладешь его на стол, совершенно меняют правила игры. Именно за счет того, что здесь есть за что охвататься, в отличие от конкурентов, опыт сильно напоминает использование полноразмерных геймпадов современных консолей. Это же касается и хода курков, которые здесь имеются, адаптивные вибрации, как самого дека, так и сенсорных панелей. По сути, двух тачпадов, которыми, безусловно, удобно управлять курсором и работать в системе. А вибрацию у них напоминает таптик, как у Apple, и когда двигаешь курсор, он тыкает тебе в ответ через поверхность. Очень приятно. Смещение части органов управления к краю не сказалось на удобстве, и вообще я вспоминаю картинку, где Valve показали основные свои концепты-болванки, и видно было, что на самом грипп они убили не один месяц. Первое включение, и мы видим свеженькую SteamOS, интерфейс которой скоро перекочует в биг-пикчер десктопного Стима. Нас просят ввести пароль от Wi-Fi сети, выбрать регион с часовым поясом и залогиниться под вашим Steam-аккаунтом. Steam Deck дружелюбно предлагает помочь освоиться с интерфейсом и даже попробовать фирменную бесплатную игру, которую Valve разработали специально для новинки. Сразу пару слов об экране. 7 дюймов, 1280х800, 1610, IPS, 400 нит яркости и 60 Гц. Сенсорный, кстати. Он хорош, объективно, минимальная яркость позволяет играть в полной темноте под одеялом, максимальной достаточно, если солнце не светит прямо в экран. Плотность пикселей оптимальная, отклик адекватный. Игрушки на нем выглядят красиво, разрешение сильно глаз не режет. Интерфейс системы приятный, интуитивно понятный для тех, кто пользовался Steam на ПК. По нажатию на кнопку Steam мы получаем основные разделы, библиотека сделана удобно, плечами переключаем вкладки, отдельная, кстати, есть с оптимизированными играми для Steam Deck, установлены кастомные коллекции и сторонние приложения, которые можно добавить в Steam. В магазине мы сразу попадаем на отдельный раздел с играми для дека, но здесь можно купить что угодно. Вообще по совместимости все оказалось вообще не так страшно. Я думал, что нормально на деке работают только игры с зеленой галочкой, ведь Valve обещает, что они точно нормально будут работать. На самом же деле с зеленой галкой игры работают прям замечательно, вот прекрасно. А желтый значок означает скорее нюансы в виде лаунчеров, которых придется тыкнуть пальцем в сенсорный экран. Иногда может появиться курсор мыши во время игры или придется самостоятельно вызывать электронную клавиатуру, чтобы что-то ввести. Кстати, это сделать довольно просто нажатием кнопки Steam вместе с X и работает безотказно везде. Печатать на ней тоже суперудобно. Кладем пальцы на сенсорные панели, левый палец левая часть клавиатуры, правая и правая. И все, наводим, тыкаем и можно очень быстро печатать с большим комфортом. То есть, получается, игры с желтыми значками тоже работают отлично, их смело можно пробовать запустить. С большой долей вероятности все будет окей. Ну, если что, у них там написаны особенности, с которыми можно столкнуться. Чтобы все работало быстро, здесь стоит четырехъядерный восьмипоточный гибридный процессор TimeD линейки Zen 2. Почти 4000 очков мультикори Гикбенча, кстати. Кастомная графика RDNA 2 с восьми вычислительными блоками на борту и до 1,6 терафлопс. По сути, видеочип здесь примерно сопоставим с GTX 1050, но разрешение здесь заметно ниже Full HD, а именно примерно 720p. Так что этого вполне хватает. Возвращаясь к совместимости. Интересно, например, посмотреть на Street Legal Racing Redline. Старенький ПК-эксклюзив, одна из моих любимых игр. Она очень капризная, любит вылетать, у нее неудобное управление, даже если играть с мышкой и клавой. Здесь написано, что о ее совместимости вообще ничего не известно. И каково же было мое удивление, когда она заработала с полпинка. Еще и пресет управления был настроен суперудобно. Кстати о них. При запуске игры вам показывают, какая схема управления используется. Ее можно посмотреть, изменить по своему вкусу, назначить дополнительные очень вкусные кнопки сзади на быстрые действия, например. Активировать гироскоп, привязать его к определенному действию. Использовать сенсорные панели. Или можно найти желаемый пресет среди тех, что создали и разместили пользователя. Вот эта кастомизация управления очень большой плюс этой приставки. Гибкость колоссальная. А вот, например, свеженький второй Dying Light, который тут тоже почему-то под знаком вопроса. На деле работает прекрасно. До 60 фпс с апскейлом на минималках и нормальные 30 без апскейлинга. А вот с чем не повезло, это пока с играми вот с таким значком. Они гарантированно не запустятся в данный момент. Но опять же, в данный. Valve работает над тем, чтобы оптимизировать как можно больше игр под Proton. Vine-прослойку, которая запускает Windows игры с минимальными потерями производительности. Работает этот Proton действительно круто. Каждая игра запускается в так называемой бутылке, ограниченной Windows-среде, где нет лишних компонентов, а только ваша игра и необходимые библиотеки для ее запуска. Сам Proton постоянно обновляется, плюс в настройках запуска каждой игры можно выбрать конкретную его версию. Или выбрать экспериментальную ветку, которая еще не вышла в паблик-релиз. Может та игра, что не запустилась сейчас, легко запустится таким образом. Теоретически, с помощью Proton можно запускать пиратские игры прямо из оболочки Стима. Закидываете установленную игру на приставку, добавляете ее как стороннюю игру не из Стим, и в совместимости активируете Proton. В зависимости от того, что за пиратку вы скачали, есть шанс, что это дело заведется. Но вы спросите, а что мне делать с моими играми, например, не в Стим, а в Epic Games Store или GOG? Специально на этот случай есть опенсорсное приложение Heroic Games Launcher, которое тоже может использовать Proton. Логинитесь под своим аккаунтом и играйте. Хотите завести тут Origin? Просто скачайте установщик и запустите его через Стим. Все установленные файлы попадают вот сюда. Так, добавляем свежеустановленный экзешник в Стим, как стороннее приложение, запускаем и радуемся жизни. И так, в принципе, с большинством лаунчеров. С Epic Games и GOG разобрались, Origin тоже работает. С остальными может быть сложнее, особенно если это мультиплеерные проекты. Но об этом позже. Тут надо сказать, как на нем, в принципе, играть. Я вам скажу топово, правда. Его железо позволяет тебе не думать о производительности. Игры на минималках на данном экране выглядят далеко не так страшно, как на оптимизированных для свеча. Так что даже если игра тянется тяжело, степень мыльности и метод ее активации вы выбираете сами. Можно сделать картинку четче, но залочить в 30 фпс. Можно размылить посильнее, включив динамическое разрешение, и компенсировать это FSR. Технологии повышения качества при масштабировании, которая сейчас поддерживается во многих играх. Так еще и в Steam Deck присутствует нативно. Заходим в правое меню по нажатию на кнопку с тремя точками, выбираем степень FSR, и даже самое страшное мыльцо становится намного более красиво. Все на ваш вкус и цвет. В этом же меню можно настроить все параметры, лопнуть фпс и даже ограничить частоту видеокарты, выставить желаемый TDP и включить изображение живой статистики. За этот раздел на самом деле Габену нужно вставить памятник, потому что работает это именно так, как выглядит. И тем, кто переживает за зарядку, поможет очень сильно. Если вы понимаете, что игрушка не особо тяжелая, и играть в нее надо подольше, розетка далеко, то ставите ограничение по TDP, лог 30 фпс, уменьшаете яркость и, что мы видим, 6,3 ватт потребления. 6,3. Да, производительность просаживается, но у вас лог фреймрейта, зато устройство будет жить заметно дольше. Вообще он живет примерно от полутора до шести часов. О, не маленький разбросик такой. Тут все дело как раз таки в настройках, о которых я говорил выше, и в конкретных играх. Ставим ограничения на TDP, лочим фпс, убавляем яркость и вытягиваем почти 6 часов в нетяжелых играх. Ставим максимальную яркость, снимаем ограничения и включаем красивые настройки, живем полтора часа. Тот же мной обожаемый Street Legal, он живет всего 6,1-6,2 ватта с локом на 30 кадров. Идет отлично. И при 29% зарядки его хватит аж на 2 часа. При полной зарядке обыграться можно, а минимальной яркости хватает, чтобы играть в помещении. Вообще в сети есть статьи со статистикой по тому, сколько живет батарейка в той или иной игре. Обязательно гляньте. Если говорить о цифрах, тут 5313 мАч, если что. Так что Type-C-шный Powerbank 1000 на 10 значительно облегчит картину с зарядкой. Особенно если пользоваться ограничениями. 15000 мАч вместо 5. Это ж можно целый день играть без перерыва. Кайф. Ну, часов 18 максимум вытянуть можно. Дальше, конечно, нужно сказать про огромный минус. Это временное отсутствие поддержки большинства популярных онлайн-игр. Все потому, что их античитам не нравится Proton. И пока Valve и разработчики игр их не подружат, поддержки не будет. Апекс Леджендс, КС, Арк, Ассета Корса, Дота 2, Форест, Факторио, ГТА 5, Мортал Комбат, Радио Нот, Рокет Лига, Танки. С этим все ок. Но ни тебе Call of Duty, ни Battlefield, ни Панга, ни Сиджа. Особенно, конечно, хотелось завести здесь тарков, но тоже не вышло. Поиграть в эти и некоторые другие онлайн-игры просто не получится. До момента, пока вы не воткнете сюда винду. Но, скажу честно, положа руку на сердце, это пока правда плохая идея. Мы даже не стали пробовать ее сюда ставить, потому что все те плюсы, вроде управления MTDP на лету, параметры системы, удобная библиотека, адекватный спящий режим, поддержка всех раскладок управления, и вот это все полетит туда же, куда и производительность. Да, она просядет. Кто-то скажет, что я хочу купить ее ради колды FIFY, ради этого, конечно, можно накатить винду. И то, желательно на отдельный раздел, чтобы не мучиться с переустановкой. Но на этом ее плюсы заканчиваются, объективно. Да и поверьте, оно вам не надо. Потому что здесь натурально очень крутая сборка Линукса, которой приятно пользоваться. Основана она на ARK Linux, оболочка KDE Plasma, которая крутится на SteamOS. И она здесь, во-первых, очень круто смотрится. Во-вторых, она интуитивно понятна, и в ней очень легко разобраться пользователям Windows, которые впервые видят Linux. В-третьих, она оптимизирована, чтобы ваш опыт с консолью дарил приятные впечатления и разрывал конкурентов. Поэтому возможность поставить сюда винду, скорее, фишка для лишь небольшой части аудитории. Большинству пользователей это не понадобится. Потому что, во-первых, оптимизированных игр под протон здесь достаточно. Во-вторых, оболочка оперативно допиливается, и от себя могу сказать, что уже сейчас ей пользоваться комфортно. У меня было минимум багов и лагов. Ну и, в-третьих, это десктопный режим. И на нем остановимся отдельно. Вы можете сделать из него настольный домашний ПК. И да, это достаточно удобно. Сама Valve для этого придумала Steam DeckDog. Мы уже шутили. Но хватит и обычного Type-C донгла. Что интересно, данный режим доступен и без дополнительной периферии. Просто нажимаем кнопку включения, выбираем режим рабочего стола, и попадаем на рабочий стол Linux. Правая сенсорная панель передвижения курсора. Левая — это правая кнопка мыши, по сути. Клавиатура выдвигается сочетанием клавиш. И здесь можно делать все то же самое, что и за домашним ПК на Linux. Мощности достаточно. Здесь есть встроенный установщик приложений с большой библиотекой, где есть практически все, что вам нужно. И если вы примерно слышали, как ставить приложение на Linux, через терминал, естественно, то в этой оболочке все проще. Ну, можно и через терминал, конечно, но так, в принципе, установщик раз выбрал, установил. Поставил в один клик. Если в магазине нет, на официальный сайт, скачать версию для Linux, окей, установка, все как-то, привет. Так что есть шанс, что до терминала добираться даже не придется. Ну, а в самых исключительных случаях, конечно, будьте к этому готовы. Но я с этим не столкнулся пока. Без терминала все завел. Здесь я еще при первом использовании заметил, что при загрузке игр в Стиме, например, в данный момент, когда приставка уже чем-то нагружена, могут возникать подтормаживания. Но в остальном, не при активной загрузке, пользоваться ей очень приятно. Интерфейс для пользователей десятки будет знаком, оболочка довольно похожа. Ну и софт позволяет раскрыть весь ее потенциал. Захотели стать стримером? Пожалуйста. Воткнули OBS, запустили Minecraft в окне и погнали. Воткнули микрофон через донгл. Захотели поиграть во что-нибудь легкое, на телеке, например? Получите, распишитесь. Можно подключать геймпады и периферию по Bluetooth. Правда, забавно, что Big Picture в настольном режиме Linux как раз старый. Дальше в LibreOffice можно работать с документами. Через VLC-шку, кстати, можно смотреть фильмы. Приложения музыкальных стриминговых сервисов тоже имеются. Поэтому, в принципе, запустил Spotify, кинул консоль в рюкзак, только не блокируй. И чувствуешь себя извращенцем. А на самом деле именно кино и сериалы смотреть на нем кайф. Батарейки тратятся минимум, экран довольно большой, 3,5 мм джек есть, Bluetooth тоже. Скачал сезончик на карту памяти и погнал. Общаться с друзьями в Дискорде или Скайпе тоже можно без проблем. Есть клиенты почты, Telegram тот же самый, WhatsApp, торрент клиента на любой вкус и цвет, веб-браузер, архиваторы. Софта навалом. Настроить из него полноценный домашний ПК не составит труда, да и при большой необходимости получится даже использовать этот режим в портативе. Ну, иногда придется что-нибудь скопировать туда-сюда, открыть какую-нибудь программку, Telegram посмотреть. Все эти программки обновляются автоматически через магазин, также работают замечательно. Саму систему при этом можно довольно гибко настроить, как визуально, так и внутренне. Никаких скучных винтесовских обоев, естественно. Есть всякие разноцветные темки, настройки вида курсора, как будет выглядеть твой рабочий стол, пуск и так далее. YouTube, кстати, в 4К он тянет без проблем, даже через Chrome. Ну, правда, при экране в 720p оно тебе и не надо. Вообще можно его превратить в какой-нибудь прикольный гаджет для работы. Далее еще одна огромная, отдельная, очень крутая тема — это эмуляторы. Они здесь заводятся безо всяких проблем. Вот, например, RetroArk запустил и погнали. Да, эмуляторы PS3 и Xbox 360 не работают должным образом, потому что железа недостаточно. Там нужен мощный ПК. Но самое вкусное в этом плане — это эмулятор свитча. Он здесь крутится. Не прям идеально, конечно, но все-таки некоторые эксклюзивы Nintendo пройти вполне можно. YouTube банит любые видео с запущенным эмулятором, поэтому просто поверьте мне, все работает, и это круто. Весь софт, который вы сюда поставили, или игры, допустим, на десктоп, размещает свой ярлычок, который можно добавить как стороннюю программу в Steam. Тогда она становится доступна в портативном режиме дека. Можно будет включать быстрые настройки, крутить на ходу и кастомизировать управление, следить за производительностью, плюс не придется бегать в интерфейс десктопа, ограничивать TDP и так далее. Экономить батарейку, соответственно. И, в принципе, таким образом даже можно завести некоторый софт от винды. Какие-нибудь видеоредакторы, фотошопы или что-нибудь еще. Если немножечко покостылять, то, в принципе, не сказал про динамики. Они вполне себе. Мне напомнили свитчевские. Их вполне достаточно. В наушниках играть тоже кайфово. Блютусные, кстати, в итоге у меня не отваливались. Значит, уже пофиксили. Недавно прилетело обновление, в котором добавили экран блокировки, обновленный раздел с ачивками, новые языки для клавиатуры. При запуске приложения из-под игровой оболочки теперь можно щелкать окна. Ну, то есть, Chrome на десктопе у него несколько окон. А если ты его откроешь в портативном режиме, он будет показывать только одно. Теперь между ними можно будет переключаться. Удобно. Плюс увеличили жизнь аккумулятора в режиме простоя или низкой нагрузки. Так что он должен жить подольше теперь. Особенно в сблокированном режиме. Приятное обновление, да? Вышло вот только сейчас. Что будет дальше, очень интересно. Также отмечу здесь очень крутой и супер быстрый Wi-Fi модуль. Игры качать самое то. У клавиатуры есть темы, которые можно покупать за очки Steam. Там много всяких разных красивых темок. Теперь хотя бы понятно, куда эти самые очки тратить, кроме как на аватарку. И, кстати, так сильная отдача, о которой я говорил, распространяется еще и на клаву. И это очень прикольно. Это не звук, это вибрация. В общем, куда ни плюнь, приятно. Но давайте пройдемся, наверное, по тем минусам, которые мне удалось найти за это время. И которые могут раздражать. В принципе, все они обычных стимовских игр, для которых ее разрабатывали, не касаются. Поэтому это просто ложка дегтя в бочке вкуснейшего меда от Габена. Например, в интерфейсе десктопного режима Linux нет русского языка. Накатывать его страшно непонятно как, хотя софт русский язык имеет. Иногда при переключении в десктоп система не успевает переключить режим управления мыши. И сенсорные панели не активируются сразу. Или подвисают также. И наоборот, соответственно, если хочешь запустить эмулятор и настроить там управление, а система работает в эмуляции управления мышью, стики не видят. Нужно обратно вернуться в портативный режим, поменять управление, и потом вернуться обратно в десктоп. Такое. Не все сторонние игры и программы будут адекватно запускаться из-под портативного режима. Вообще, знакомство с Linux как таковое тоже можно вынести в небольшой минус. Хотя это, конечно, интересно тем, кто любит ковыряться в софте, но не всем это приносит удовольствие. Система охлаждения все равно шуршит, как у слабенького ультрабука, тихонько, но громче, чем на свитче. Баги встречаются, дока пока нет, нужно покупать донглы. Если вам нужен Epic или GOG, придется знакомиться со сторонним софтом, где тоже могут быть нюансы. С виндой все пока грустно, вернее, не так приятно, как с Linux. Клавиатура по сочетанию клавиш включается не мгновенно, видно, что загружается программа. За совместимостью игр нужно следить, не во все можно поиграть, и мультиплеерные шутеры капец как пострадали. Не все, но все-таки, да. Кейст, который вроде есть в комплекте, но в нем Steam Deck занимает реально полрюкзака. Приставка все-таки не маленькая. И, наверное, один из самых главных минусов – это память. У нас сегодня на обзоре версия на 256 гигов, и даже ее мне не хватает. Игры с SD-карточек действительно грузятся быстро, но об этом нужно думать, и карточку нужно все равно покупать. А большие microSD-шки с нормальной скоростью не дешевые. Кстати, все окупает цена в долларах, но пока ему до такой цены у нас далеко. В остальном же, это пока лучший опыт портативной консоли, что я испытывал в принципе. В ней интересно ковыряться, в игры играть просто кайф, тактильно тоже все просто прекрасно, замечательно, 20 из 10, но вот нюансы в виде линукса, текущей цены и памяти, тут нужно думать. Я лишь скажу, что это была просто суперская неделя, и мне очень грустно с ним расставаться. Отличный девайс для тех, кто любит игры. Сама мысль, что ты можешь лежать в кровати, играть в киберпанк, проходить его от начала до конца, да, в 30 кадров, да, с даунскейлингом, но качественным, тем не менее, это все равно очень круто, особенно за 400 долларов. Но это все мои мысли. Пишите в комментариях, что думаете по поводу стимдека, интересно ваше мнение, пишите его развернуто, подробно, ставьте лайки, если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы новые видео не пропустить. А с вами был Илья Слейф, всем удачи, хорошего дня и настроения. Пока-пока.